Сначала тебя не замечают, затем над тобой смеются, затем с тобой борются, а затем ты побеждаешь. На какой стадии мы находимся сейчас? Ведь сегодня становится очевидно, что борьба против криптовалюты назревала давно. И в тот самый особенный день для биткоина и его истории 7 сентября 2021 она перешла на совершенно новый уровень. И честно говоря, каждый сегмент истории, о которой я сегодня тебе поведаю, достоин того, чтобы о нем рассказать отдельно. Вместе все эти сегменты показывают лишь то, что криптовалюта находится в одном из самых поворотных моментов в своей истории. Посмотрев сегодняшнее видео, ты поймешь конкретно, что вообще происходит. Поэтому не забудь поставить лайк. Начнем с самого начала. Что мы видели 7 сентября? Первая нация на планете приняла биткоин официально, и это Сальвадор. Сначала весь твиттер шутил над этим. Да, первая нация принимает биткоин, это круто. Но это же всего лишь маленький Сальвадор, где-то там в Центральной Америке. Разве это играет какую-то роль? Но сейчас я задумался и понял, что в этой истории есть кое-что более глубокое, чем кажется на первый взгляд. То, что абсолютное большинство в криптоиндустрии пропустило мимо глаз. Ведь всех сейчас занимает Китай и всякие эвергранды. Сальвадор не самая влиятельная нация, согласен. Но если его население начнет пользоваться биткоином и таким образом сделает страну менее бедной, начнет строить какое-то богатство, начнет уходить от доллара США, использование которого и удерживает их в бедном состоянии, не будет ли это очевидным примером, почему остальные нации должны сделать то же самое? Уйти от доллара США и принять биткоин. Позволив сальвадорскому эксперименту с биткоином стать успешным, не станет ли это выстрелом себе в ногу для старой системы? И если этот эксперимент станет успешным, насколько влиятельным Сальвадор внезапно окажется? Каким сигналом это будет для остального мира? Ты уже понимаешь ответы на все эти вопросы. Просто посмотри, у нас был этот шикарный рост вплоть до 52 тысяч долларов, и с 7 сентября, тогда, когда Сальвадор принял биткоин, идеальным и точным совпадением мы видим это историческое падение биткоина чуть ли не одной свечой вниз. Для многих оно оказалось неожиданным, но мы благодаря CPR его предполагали. Но не в этом суть. Суть в том, что это не похоже на совпадение. Сначала я не обратил на это внимание, но теперь чем больше анализирую информацию, тем больше понимаю, насколько значительным оказалось принятие биткоина с Сальвадором на самом деле. Насколько символическим оно может стать. Переход сальвадорцев от долларовой системы, которая удерживает их страну в бедности на биткоин-стандарт. Вот что происходит. Если остальные нации начнут повторять эту формулу, это будет делать биткоин более устойчивым, стабильным, ликвидным и ценным. С другой стороны, это будет плохо влиять на доллар и его положение в мире. И поэтому мне кажется, что вот это падение, которое началось прямо в день принятия биткоина Сальвадором, не является совпадением. Мы видим намеренную войну, развязанную против биткоина, стейблкоинов, криптовалютных бирж и криптовалютных блокчейнов тогда, когда биткоин не просто взрывается в плане цены, а впервые принимается как альтернатива доллару США в целой стране. И одновременно с этим сентябрь становится месяцем атак против остальных криптовалют, не только биткоина. Так, например, 14-15 сентября сеть Соланы некоторое время даже не работала. Она была атакована внешними силами. В этот же день был атакован и блокчейн Эфириума. Кстати, сеть Эфира выдержала эту атаку намного лучше, чем Соланы, что примечательно. Ты можешь трактовать эту информацию как пожелаешь, но что мы видим? Атаки против крупнейших блокчейнов в мире и все это в сентябре этого года. Так же, как и атака против цены биткоина, после принятия главной криптовалюты Сальвадором. Так же, в этот же день случилось еще кое-что. Об этом нам поведал Брайан Армстронг, генеральный директор биржи Coinbase. «Мы видели действительно странное поведение SEC», – сказал он. «Мы обсуждали эту историю с Coinbase и SEC более подробно, если ты помнишь». Вкратце, Coinbase запретили запускать свой криптовалютный продукт, который позволит холдерам криптовалют получать процент за свои криптодепозиты. Такие продукты уже были у других криптовалютных бирж, но Coinbase в сентябре запретили запускать такой продукт. Вообще, после 7 сентября комиссия по ценным бумагам и биржам США внезапно активизировалась по отношению к криптовалютам. Буквально после эксперимента Сальвадора с биткоином. Это совпадение? Или же символ того, на какую ступень переходит криптовалюта? Криптовалюта становится реальной угрозой для доллара? В этом дело? Кстати, что интересно, на фоне Эвергранда и китайских событий все абсолютно забыли про тот самый инфраструктурный закон в США, который касается и криптовалют. Помнишь? О нем перестали говорить из-за громких новостей из Китая. Но подожди, этот закон куда важнее. Он собирается обозначить все цифровые активы и всех, кто с ними работает, брокерами. Это то, о чем должно говорить криптосообщество. Сейчас на нас отвлекают Эверграндом. Тоже очень странно, как будто нас специально отвлекают от самого главного. 20 сентября президент Сальвадора сообщил о покупке биткоина на просадке и называет это чуть ли не борьбой, в которой нас не смогут победить, если мы будем покупать просадки. И это после того, как Международный валютный фонд на фоне принятия биткоина Сальвадором предупредил все страны от принятия криптоактивов в качестве законной валюты. Это, мол, очень рискованно и опасно. Я даже не удивлен, ведь что делает Международный валютный фонд? Он дает кредиты в американском долларе. И если ты переходишь на биткоин, возможно, тебе уже не нужно кредитное рабство МВФ. Да и сам МВФ, возможно, уже не так уж и нужен. Что мы видим? Мы видим, как центры силы в этом финансовом мире, который они полностью контролируют после Второй мировой, сопротивляются. Всемирный банк, Международный валютный фонд, система Петродоллара, все эти организации, которые держат маленькие государства в кулаке, внезапно сталкиваются с таким вызовом их господству. И это намного более значительно, чем кажется на первый взгляд. Вот что такое принятие биткоина Сальвадором. И теперь, буквально несколько дней назад, Гэри Гэнслер, который возглавляет комиссию по ценным бумагам и биржам США, и который, как мы когда-то имели смелость надеяться, должен поддержать блокчейн и крипту. Ведь он читал такие убедительные лекции о криптовалюте и блокчейне в MIT в 2018 году. Ведь он понимает эту технологию, он знает, что это такое. Теперь он говорит, что крипторынок нужно строго контролировать. А криптовалютные биржи должны обязательно регистрироваться в СЕК. И кроме этого, выполнить целый ряд условий для того, чтобы их не закрыли. Ну а вчера он назвал стейблкоины фишками для покера в казино криптовалют. Соответственно, стейблкоины это фишки, а казино это вся криптовалютная индустрия. Грустно наблюдать, что для них инновации это нечто, что нужно срочно закрыть и задушить. Ведь это очень-очень опасно. Действительно, это опасно для этой системы. Гэри Гэнслер. Это тот человек, который говорил, что криптовалютные инновации это здорово, их нужно поддерживать. Что с ним случилось в сентябре? Криптовалюта это самая революционная технология со времен интернета и смартфонов. Это новый способ генерировать богатство, создавать рабочие места, улучшать бизнес, в конце концов, даже делать голосование более прозрачным. Но мы видим, что финансовые силы сегодня пытаются это задушить. И особенно рьяно делают это после принятия биткоина с Альвадором. Дошло даже до того, что США впервые в истории вели санкции против криптовалютной биржи в России под названием SUEX. Ладно, допустим, они отмывали деньги. За такими людьми можно и нужно идти наказывать. Но преследование проектов, которые пытаются привнести инновации в криптосистему, это как-то печально. И совсем не вяжется со словами Гэри Гэнслера еще год назад о том, что нужно поддерживать криптовалютные инновации. Итак, в сентябре 2021 мы увидели большой сдвиг парадигмы. Скорее всего, связан он с Альвадором и его биткоин-экспериментом, что очевидно для меня это то, что мы находимся в новой стадии принятия криптовалют. И эта стадия будет очень непростой и будет продвигаться с большим трудом и скрежетом. А чего ты ожидал? Мы полностью меняем деньги, полностью меняем то, как ими пользоваться. И полностью меняем то, как финансовые центры сил влияют на деньги. Конечно, это само по себе будет наполнено трудностями. Единственной причиной, почему против криптовалюты сейчас ведется такая борьба, я вижу только то, что криптовалюта становится чем-то большим, чем просто технология для гиков в интернете. Криптовалюта становится чем-то большим, чем я когда-либо себе представлял. Но после всех этих трудностей, которые могут тянуться, может быть, месяцы, может быть, годы, кто их знает, после всего этого мы увидим процветание. То, как построены децентрализованные криптосистемы, само по себе уже выигрывают перед централизованными системами. И вот почему в конце этого долгого и трудного пути криптовалюты преуспеют. Достичь и дожить до этого момента будет крайне сложно. И я не удивлюсь, если многие сдадутся и уйдут. Но я оптимистичен как никогда. Инновации, интересные технологии всегда найдут свое признание. Скорее всего, даже все эти финансовые институты, такие как Международный валютный фонд, наоборот, поймут, что смогут выиграть еще больше, если сами начнут принимать инновации, а не отвергать их. Ведь сначала они не заметили их, затем посмеялись над ними, теперь они с ними борются. Что же будет дальше? Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайся на канал и увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!